Многие думают, что образование ребенка начинается в школе, первый звонок и все такое. Ничего подобного. Образование детей начинается в дошкольных образовательных учреждениях, а проще говоря, детских садиках. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Ну что, мне нравится. Спасибо. Только знаешь, Игорек, это значительно страшнее. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. В прошлом году на модернизацию региональных систем дошкольного и общего образования из федерального бюджета было выделено 50 миллиардов рублей субсидий. Однако, как выяснила счетная палата, дотянуть зарплату детсадовских воспитателей до уровня учителей в 16 регионах пока не удалось. В Министерстве образования говорят, что оплата труда школьных педагогов уже выровнена со средней по субъектам федерации. Просто оклады работников детских садов были уж слишком маленькими. Происходило и происходит очень серьезное повышение уровня оплаты труда педагогов на всех уровнях образования. Могу сказать, что только за 13-й год в общем образовании заработная плата выросла на 38 процентов. Это вот данные Росстата, которые только что к нам поступили, а в дошкольном образовании на 48 процентов. Таких темпов роста заработной платы нет ни в одном секторе экономики или социальной сферы в нашей стране. В 2013 году в дошкольных учреждениях было создано более 400 тысяч мест для детей. То есть с поставленной задачей справились практически все регионы. Однако некоторые другие показатели выполнить на 100 процентов удалось далеко не всем. А по условиям предоставления субсидий, тем, кто не стал круглым отличником модернизации образования, денег в следующем году не дадут. Субъектами зачастую устанавливаются низкие плановые значения показателей, которые не позволяют обеспечить реализацию поставленных задач модернизации. Так, в частности, услуг по дошкольному образованию по итогам 2013 года из общего числа детей от 3 до 7, не охваченных дошкольным образованием, могут быть устроены только 30 процентов. В Минобранауке успокаивают – деньги будут. Даже для тех, кто не сумел выполнить условия предоставления субсидий. Уже с мая деньги пойдут всем и финансирование сохранится на уровне прошлого года. Уже сейчас принято принципиальное решение правительством о выделении дополнительно 40 миллиардов рублей из федерального бюджета в этом году. Таким образом, общий объем финансирования составит 50 миллиардов. Есть у счетной палаты вопросы и к стоимости создания одного места дошкольного образования. В каждом регионе этот показатель устанавливается индивидуально. Однако, как свидетельствует проверка, в 15 субъектах федерации средняя цена такого места была превышена от 4 до 93 процентов. А это опять-таки влияет на выполнение условий для получения следующей субсидии. Мы считаем, что расчет Миноборнауки, установление такого показателя результативности использования субсидий, как стоимость создания одного места является недостаточно экономически обоснованным, мягко говоря. В Миноборнауке пообещали в этой ситуации разобраться и за два года обеспечить всех российских детей местом в детском садике. У нас, как я уже сказал, в 2015 году программа модернизации дошкольного образования завершится тем, что полностью будет создана инфраструктура и будет обеспечена 100% доступность для российских семей. И мы дальше будем заниматься общим образованием. По расчетам специалистов, весь этот сегодняшний бэби-бум в 2016 году как раз и переместится из детских садов в школы. Ну а учреждения дошкольного образования займутся воспитанием нового подрастающего поколения уже совсем на недосягаемой космической высоте. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорек. Игорек, ты у нас сегодня будешь командор. Дед! Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется. Гениально!